Привет, друзья мои! Вы на канале Авиатка Хантер. Сегодняшнее видео я посвящаю пушнине, но не добыче ее, а реализации. Сегодня расскажу я, куда продаю шкуры, поеду, две кунички надо сдать и забрать с выделки и выдру, и норку. Значит, на выделку я отдаю предприятии Енот, оно находится рядом с заводом Искош, таможня, не знаю, как там переулок называется. В общем, в районе завода Искош. Выделывают, как я слышал от производителя шуб, выделка на Еноте не очень хорошая. Что-то касается именно мелких пушных зверей и бобров. Сейчас я вам покажу. Вот у меня здесь кунички, норки, хорьки. 20 куниц здесь у меня выделал. А вот сейчас еще трех отдавать на выделку. Тут они у меня, конечно, полежали, смялись, пролежали в коробке. На, по идее, их держать в таком подвешенном состоянии. Но ничего, волосы расправляются. Стоит повисеть немножко, и он расправляется. Вот такая вот у меня охапка мягкого золота. Я это так назову. Такая вот у меня охапка. Так, что касаемо бобров. 9 бобров у меня. Все они разноцветные. Будем... Намереваюсь я сшить шубу, уже не уже, наверное, не первый год она у меня ее ждет. Разноцветные бобры, будем, наверное, договариваться с людьми, которые шьют шубы, чтобы как-то обменяться, может перекрасить. Выделка ЕМОД. Выделка не очень хорошая, я вам скажу. Шкуры тяжелые и выделаны толстые. Говорят, что Слободской, бывшая белка, наверное, здесь работала, сейчас не работала, не знаю. Выделываю вот на порядок лучше шкуры. Здесь 9 бобров, добыты они в разное время, разные. Ну, все осенью добыты, осенью, зимой. 9 бобриков. Так вот они отличаются. Есть рыжие, есть такие темненькие. Темненькие, на мой взгляд, покрасивее. Хотя кому как на вкус и на цвет, как говорится, любителей нет. Нет. Или есть. Это уже, не знаю, вот одна выдра. Сейчас поеду забирать тоже выдру. Это моя первая выдра, которую я поймал в капкан. Давно уже поймал ее, несколько лет назад. И по дурости я ее по брюху распорол. Надо ее было снимать чулком, можно было сдать в пункт приема пушнины. Я ее по брюху разрезал. Для начинающих охотников, кто добывает, у выдры самая ценная вот это место. Брюхо. С таким седым отливом. Самая ценная. Выдру кормящую детенышей. И без вот этой седины могут даже не принять. Мне так сказали. Это небольшая выдра, это маленькая выдра. И там у меня тоже небольшая. Большую я сдал ничь. Вот такие дела. Такая вот выдра. Брат на шапку просит, наверное, отдам. Вторую тоже. На шапку тут, наверное, конечно, не хватит. Двух, вполне возможно. Узнаю у изготовителя, закройщика. Как и что. В общем, вот мои меха, мое мягкое золото. Кунички, норки, песцы. Ой, кунички, норки и хорьки. Два хорька, она тут. Три норки. Сейчас еще норку поеду забирать. Да, пользуясь случаем, продаю я парни ружье H54. По причине того, что два одинаковых ружья у меня. Два одинаковых ружья. Ну, одно Меркель, а другое 54-ка. 65-го года оно у меня. Ни шатов, ни качки нет. В одном стволе немножко сыпи есть. Совсем чуть-чуть. Продавать я его буду. За 15 тысяч рублей. Покупал я это ружье за червонец. Плюс десятку вложил в приклад. Девять там с копейками вложил в приклад. Продаю за 15. Ружье использовал для охотничьего биатлона и для добычи крупного зверя. Мелочь практически не стрелял. Стрелял в какой-то глухарей. Может, пять или шесть, не больше, из этого ружья. В принципе, оно и дроги бьет достойно. Кому интересно, можете писать, спрашивать, узнавать. В общем, продаю это ружье. Скоро у меня как раз подходит. Срок переоформления разрешения на это ружье буду продавать. Два одинаковых ружья мне не нужны. Ружье отличное, но, как бы, Меркель семейная религия, поэтому я оставляю Меркель. Это ружье буду продавать. К боеприпасу оно непривередливо. Сама Крут прекрасно в него входит. То есть, ружье работает отлично. Такой вот аппарат. За ружьем всегда следил. Все оно у меня в масле. С него масло, можно сказать, капает. Пишите, спрашивайте, интересуйтесь еще раз. Повторюсь. Продам за 15 рублей. Я считаю, что это недорого. Вот такое ружье. Баварский стиль приклада. Щека. Да, забыл сказать. Мой рост метр семьдесят восемь. То есть, ружье подогнано под мои... Под мою структуру тела. Приклад подогнан. Мастером. Старый приклад я выбросил. Был он в непригодном состоянии. Весь из шарпа, из кацаны. Сверловка стволов стандартная. Очок-получок. В общем, все стандартно. Ладно, сейчас еду забирать шкуры в енот. И поеду в спортивную гостиницу. Там женщина принимает куничку, бобра, выдру, рысь, волка. И на мой взгляд у нее... Цены у нее такие же, как в пункте приема пушнины на Пугачева. Но на мой взгляд она меньше придирается. Там мне не очень нравится сдавать на Пугачева шкуры. Потому что очень-очень много там косяков находят ребята. Занижают цены. Такие вот дела. В общем, показал вам свое богатство. Сделал рекламу на ружье. Сейчас выезжаю. Давайте, смотрите, не переключайтесь. Так, ребят, вот приемный пункт енот. График работы. Так, ребят, так вот выглядит выделанная выдра. Маленькая выдра. Так. Не смято, а она смотрится гораздо красивее. Так вот выглядит норка. Тоже маленькая норочка. Так, сейчас скажу цены. Какие цены у нас за выделку пушнины. Так, выдра одна штука. Размер 10,2 дециметра. 387 рублей. Так. Норка 4,7 дециметра. 159 рублей. Вот, в общем, такие цены у нас, парни. Сейчас я еду на... Буду сдавать, в общем, попробую сдать куницу. Еду в спортивную гостиницу. Это район ЖД вокзала. А здесь прием шкуры улица Энергетиков, 19. Вот в эту арочку заезжаете. Вот приемный пункт енот. Вывеска висит. Так что такие дела кому-то может нужно. И не знаете куда со шкурами деваться. Валяются они у вас дома. Три девочки у меня. Две маленьких, одна большая жена. В общем, надо одевать. Поэтому шкурки копим. Не выбрасываем. Выделываем. Все выделываем. Ну, что-то сдаем, что-то выделываем. В общем, так. Ладно. Еду сейчас сдавать куницу. Так, ребят. Это то место, куда вы можете сдать пушнину. Улица Чапаева. Гостиница Спортивная. Второй этаж. Значит, сдал я сейчас двух куничек по 2000 рублей. Волка принимают. Волка принимают. Восемь тысяч. Череп. 2000. Рысь. От 15 до 18. Принимают даже хорьков. Норок по 350-450 рублей. Ну. В общем, вроде все. Да. Если. Если, если, если. Будете сдавать шкуру. Скажите, что. Женщина там очень такая приветливая. Скажите, что вас к ней направил Сергей с канала Вятка Хандер. Очень прошу вас об этом. Давайте. Всего доброго. Заканчиваю свое видео. Сейчас еду монтировать. В общем, удачи. До встречи на канале. Всем пока. До встречи на канале. fucking �